Привет, мои хорошие! Начинаем с вами тестировать новинки 16 каталога Фоберлик. Итак, поехали! Что я хочу протестировать, это масло Аромия Антистресс 1296 Артикул. Я налила его на губочку в увлажнителе воздуха, капнула, и сейчас буду вставлять. Он у меня внизу сюда вставляется. Аромат уже пошел, такой достаточно выраженный, скажем так, по комнате. Я вам уже говорила, что такие масла гораздо дешевле в аптеках. Вот, да. Здесь она совсем маленькая, 5 миллилитров, и цена не бюджетная. Здесь ярко выражен аромат мяты, лимона. Не знаю, почему это антистресс. Да, Крич, такой увлажнитель, заносик как бы вставляется, вот он дымит. Все, что-то, как всегда, на столе беспорядок. Спрей Аромия у меня это Энерджи. Ой, артикула здесь нет, коробку я уже выбросила, девчонки. Что хочу сказать? На руке он уже чувствуется несколько часов. То есть я его чувствую. И он гораздо приятнее, когда чуть подвыветрится. То есть несколько часов, и это хорошая стойкость. Фаберлик таких спреев еще не было, которые держались бы несколько часов. Я думаю, на одежде и того и дольше. Вот этот Энерджи мне нравится, очень приятный аромат. Вот эта шипровая резкая нотка, она как-то улетучивается у нас с вами, и остается какой-то классный прям аромат. А апельсинчик, который вначале тоже я чувствую, он тоже уходит. И вот какая-то такая парфюмерная интересная нотка остается, но мне нравится. Мне нравятся и первоначальные нотки, и мне нравится и то, что остается на коже. То есть он так раскрывается, да? Поэтому классный. Вот спреем ставлю пятерку, очень интересный, долго держится на коже. И здесь есть тоже масла. В принципе, если нет аллергии, у меня аллергия никакая не возникла, на тело распрыскивать после душа, мне кажется, еще будет обалденный. На постельное белье, когда оно сохнет, можно там на балконе, на лоджи. В спрею ставлю пятерку. Сейчас будем запускать вот эту бомбочку 2734, которая типа у нас с вами лимонный бум, а на самом деле у них еще. Посмотрим, может быть, она раскроется как-то лимончиком. Сейчас ее нюхаю без упаковки, но есть отголосок лимона. Он есть, вот когда снимаешь ее, но все равно это в основном ваниль. Так, давай, котен, запускай, только ручку подальше от себя, а то у нас будет шок-контент. Ага, давай. Шипит она хорошо, прошлогодние тоже хорошо шипели. Прям шипит здорово, прям вулканчик бьет, да? Да. Ну-ка, дай понюхать. Сейчас стыкли. Ой, воду вас прямо. Да. Видите, масляная пленка на воде. И лимончиком. А, вот сейчас вот поярче уже, слушайте. И лимончиком. Поярче, но это все равно какой-то ванильный лимон. У меня есть телефон в брызгах. Ну-ка. Нет, вот сейчас ярче. После воды у лимончика ощущается ярче, а из упаковки, когда скрываешь, прям чистая ваниль. А сейчас такой лимончик достаточно яркий. С ванилькой. Ну, понюхай, как ты скажешь, чем пахнет. Да, лимончиком. Пахнет, все. Значит, все. Да, вот сейчас я чувствую, уже в воздухе витает запах. И в составе есть масла, поэтому у нас, видите, на воде с вами такая масляная пленка. Пока все спят, мы с Крестюшкой будем мариновать крылышки на ужин. Вот этой вот приправой. Девчонки, как ее искать, да? В каталогах нет. В поиске, ну, где категория товара, если вы в приложении, если не в приложении, это просто в поиске, вбиваем приправы. И все. И они вот эти всевозможные выдаются. Артикул 16131, ну, классная. Она очень ароматная. Будем сейчас мариновать крылышки на вечер. Сейчас их приправкой прям засыплю. Смотрите, какая. А вечером запеку в духовке. Прямо вот так вот, не жалея. Очень ароматная. Очень. Куркума, чесночок, прям такая классная. Вот так вот мы это все с вами сделаем. И, наверное, немножко присолим. Надо посмотреть, здесь есть в составе соль-то вообще. Вот прям аромат отолденный. Накрой пищевой пленкой. И вот так до вечера стоять. Да. И пока нельзя, малыш, такое. Смотрим состав. Так, где он у нас? А, соль с пониженным содержанием натрия. Все, соль есть. Значит, солить не буду. Если что, потом после досолю, если не соленое будет. Чеснок, паприка красная, перец черный, кориандр, перец красный, чили, куркума, майоран, базилик. Шамбала. Пищевые цитрусовые волокна, порошок, проростков ячменя. Вообще с ума сойти. Классная, классная приправка. Очень ароматная. Я же чихнула. Перцы, наверное, там прилично прям. Ой. Что хотела сказать по поводу спреев. И масло еще, девчонки, вот вчера весь день масло получается из увлажнителя воздуха. Мы вдыхали, да? И спрей я просто распылила в воздух. Ну, надела нам просто по комнате. Вы знаете, как классно? Вот в спреи присутствует какой-то вот этот запах чистоты, запах свежести какой-то. И масла. Антистресс у нас с вами получается, да? Они как-то вот из увлажнителя воздуха звучат классно, красиво. Вот как-то комфортно так сразу стало в помещении. И вы знаете, мне очень понравилось. Многие в комментариях писали, что в аптеках масла не масла вовсе. Масла настоящие, они и стоят так дорого. Ну, не знаю, вполне может быть. Я как бы не специалист и на экспертизу масла из аптеки не отдавал. Думаю, так же, как и вы. Поэтому, не знаю, пока мне очень прям нравится. И спрей, и маслица. Прям вот вчера как-то вечером было комфортно. Я не добавляла. То есть весь вечер вот какой-то аромат был в помещении. Прям обалденно. Мне очень понравилось. Как-то вот, не знаю, может быть, правда, если масла настоящие, они, естественно, оказывают какой-то эффект. И даже терапевтический, да? Поэтому вот так. Хотела с вами попробовать маникюр сделать, да? Вот этим вот лаком и наклеечки какие-нибудь использовать. Ну, на выходные мы оставим на Новый год. Попробуем с вами вот эти. Они у нас переводные. Наверное, нужно вырезать и опускать в водичку. Я так подозреваю. Вырежьте необходимый элемент рисунка. Опустите в воду на 5 секунд, да. Удалите воду с рисунка с помощью салфетки. Отделите пленку. Так, нужны ножницы. Нужны ножницы. Сейчас принесем ладошницы, водичку. Так, что мы с вами вырежем? Не знаю даже. Так. Ну, давайте вот эту лав, что ли, попробуем. Она такая мелкая, правда. Вообще. Опускаем в воду. Но сверху, по-хорошему, надо будет прозрачным лаком мне покрывать. Но я не хочу. Я и так вчера жидкость для снятия лака купила для этих целей. Потому что она, в принципе, в моем доме не водится, да. В общем, лак красивый. Ну-ка, фокусируйся. Сейчас попробуем на нескольких ноготочках. Хочу так на 5 секунд. Дальше. Что вот она сходит. Так. На какой ноготочек? Давайте на большой. Вообще делается в эту сторону. Так. Ага. Смотрите. Красивенько, да? Сейчас фокус. Красивенько. Ну так, интересненько. Мне нравится. Лав сделали с вами. Выровняю ее сейчас. Вот, здорово. Прикольненько. Но здесь мне сверху придется покрыть вот этим лаком. Давайте попробуем. Так. Чтобы она зафиксировалась. Господи, сто лет ногти не красила. Вообще, сама я имею ввиду. Вот если тоненьким слоем, как он получается. Блески не очень равномерно. И в основном красные, да. Чтобы были вот эти желтые. О, вкус. Да. Нам нужно побольше лака с вами забрать. Угу. Давайте попробуем побольше. Второй слой. Сколько он у меня сейчас будет сохнуть. И все равно они желтые тяжело снимаются. Так. Вот так прям. Ой, Малиш. Яблечко кушает, мое милое. Так. Ага. Вот снимаются. Хорошо. Но надо вот так вот промакивать. Да. Чтобы снималось. Получается слой у нас такой будет. Толстый. Ну, красиво. Слушайте. Лак красивый. Лак красивый. Смотрится интересно. Блестит. Фокус. Фокус. Вот видите, какой красивый. Давайте еще один ноготочек какой-нибудь для коллекции. Вот этот можно. Так. Чтобы не отличались. Потом надоест, в принципе, сотру. Очень хорошая, кстати, идея с гель-лаками. У меня мастер замечательный. И я хожу по пять недель с покрытием. То есть с ним ничего не случается. Вот. Но если вдруг вот надоел цвет, его можно самой чуть-чуть видоизменить. Да? Поиграться с наклеечками. Поиграться с дизайном самой сделать. Так, фокус опять пропадает. Вот. Вот так вот это смотрится. Если в несколько слоев, то будет уже поинтереснее, да? И смотря на какой лак. Если на красный носить, мне кажется, будет очень красиво. Фокус, фокус, дорогой. Вот как он хорошо фокусирует. Так. У меня тут что-то с памятью на телефоне. Кончается. Так, вот. Вот так. Но на второй руке делать не буду. Оставлю вот так на одной. Мы с вами, в принципе, оттенок поняли. Систему поняли. Конечно, он еще не высох. Но, кстати, почти схватился. Уже почти не липкий. Такой хороший килочок. Приятненький. Давайте еще вам поближе покажу, как он выглядит. Фокус. Фокус. Фокус живет своей жизнью, да, девчонки? Ага, на руку все капнуло. Вот он. Какой красивый. Ну, все. Пока буду так ходить. С таким вот маникюром. Еще один ноготь средний на другой руке покрыла. Потому что, ну, так совсем смотрится. Иди туда, иди сюда, да, чтобы как-то вот гармонировало. Ну, а потом надоест или начнет, если я слезать сам, сотру его. Жидкостью блесня тела постанется. У меня гель-лак. Ну, так. Попробовала сейчас детскую пасту. Биоси. Да, артикул 51-12. Вы вчера в комментариях писали, что она с ксилитом. И это очень хорошо. И написали, что она с первого зубика. На сайте так написано. Спасибо. Будем знать теперь. И что хочу сказать. Очищает эмаль хорошо. Эмаль хладкая. Все нормально. Если тут действительно ксилит, который очень полезен, то почему бы нет. Будет Ксюша пользоваться. Буду смотреть. Видите, конечно, Крестюшки, хоть у нее уже и зубики есть, я пока пастой чистить не буду. Мы с ней чистим силиконовой щеткой на палец, который одевается. Она еще, знаете, наносишь на щетку, начинаешь чистить зубы, она совсем не пенится. Ну, детская хорошо, как бы это все нормально, да? Совсем. То есть, когда уже начинаешь чистить, такое ощущение, что просто щеткой возюкаешь по зубам. От нее никакой пены, ничего от нее нет. Она сразу как-то исчезает. То есть легкий такой привкус баблгама, которая тоже практически сразу пропадает. И, в принципе, могу поверить в ее безопасность и экологичность. Если там действительно есть ксели, то добро. В общем, буду наблюдать. Ну, девчонки, сейчас будем волосы красть оттеночком 7.3. Так, цвет называется «Пряная корица» 18016. Артикул. Это у нас новый оттенок в краске «Фоберлик Эксперт Колор». Очень хочется попробовать. Мне кажется, будет красивый отлик. Такой вот цвет волос у меня сейчас при искусственном освещении. То есть, хна еще есть. Естественно, кончики посветлее, нежели корни. Да? Интересно, как ляжет краска. Почему все-таки опять прибеглой к краске? Уже вам говорила. Потому что не очень хорошо седину закрашивает хна. Это, во-первых. И, во-вторых, видно корни. То есть, она их не осветляет. А цвета волос у меня свой практически черный. Без перчаток, по-моему, у меня... А, нет, с перчатками попались краски. Обычно, когда без перчаток, они клеят наклейку, да? Понадобится, естественно, две упаковки на такую длину. Тюбик-окислитель. Какой здесь процент окислителя? Часто вы задаете вопрос. Шестерка. Здесь шестерка. Нормально. Нормально. И как-то вот между покрасками буду перебиваться, девчонки, хной. Да? Когда корни не сильно отросли, не сильно их видно. А сейчас они уже достаточно сильно отросли. Они темные. И вот тут вот прям вот, ну, все темное. Ихна уже не котируется. Буду красить на сухой, в этот раз на сухие волосы. Сейчас две упаковки краски замешаю и вернусь. Все выдавила, перемешиваю. Много получилось, хорошо. Мне кажется, у меня сейчас вот на волосах приблизительно то же самое, что и на упаковке. Да? Поэтому, я думаю, результат не сильно изменится. Но мы проверим с вами теорию, зеленеют ли волосы после хны или нет. Девчонки писали, что вот в этой хне возможно и не хна. Ну, не знаю. Здесь вообще в составе, может быть и нет. Вот фитокосметик. Здесь состав, вода, экстракт хны. Масло органа, ну, в общем, много-много масел и экстрактов дальше. То есть на втором месте экстракт хны. Да? Если верить составам, ну, мы с вами вроде как привыкли им доверять. Хотя далеко не факт, что нам там пишут правду. Да? Но мы с вами это никак проверить не можем. Вот такая вот консистенция получилась. Сейчас буду наносить по проборам, как обычно, а потом распределять на всю длину. Краска воняет аммиаком. Что-то мне писалось, девочки брали шестерку, семерку. Не пахнет. Нет, пахнет очень сильно. Пахнет. Потому что краска достаточно эксперт колор едкая, достаточно стойкая. И окислителя там всегда такой процент весомый, скажем так. Да? В общем, сейчас вот так, девчонки, я обычно по проборам наношу. Сзади тоже на ощупь по проборам. И будем с вами ходить. У меня сейчас такой какой-то оттенок на волосах больше карамельный. У корней потемнее, на кончиках посветлее, да? Она смывается. Ну, а у меня этот оттенок, он какой у нас с вами? 7-3 карамель, да. Он карамель. С учетом того, что я к нему бургунды добавляю немножко, вот и получается, в принципе, то, что получается. Но корни, конечно, если седые, с хной не вариант. На время придется очень часто окрашиваться. Но это тоже не вариант. Проще раз в два-три месяца покраситься краской. Я вот краской, наверное, не красилась, но в месяце два. Для меня это большой срок. Прям большой. Так, ну все, сейчас нанесу. Девчонки, задохнулась уже тут, ей-богу. Краска темная. Она с каким-то ореховым отливом. Она на коже даже коричневая. Видите? С зеленцой. Это на коже. Ага. Вот. То есть пока зеленца присутствует. Но она такая же. Это не от хны. Она такая же и в чашке. С каким-то зелено-коричневым отливом. Подтираю все. Фу, не могу. Задохнулась уже тут. Капец. Очень вонючая краска, конечно. В закрытом помещении. Тяжеловато ей работать. Быстрее надо убегать. Ну что, буду ждать, смотреть, что получится. Она и в чашке, девчонки, такая коричневая, зеленая, какая-то холодная. Я не знаю, как она себя проявит дальше. Я ожидала от пряной корицы теплый оттенок, да? Такая румяная. Мы просто на улице гуляли полдня. Вот. Ну, пряная корица по логике, да, это теплый оттенок. Голоса, смотрите, как покраснели, блин, от этой краски. Это вообще трындец. Фу, я убегаю. В общем, буду вам результат показывать. Пока вообще непонятно. Но мы с вами по факту знаем, что семерка это темный оттенок очень. Вот почти черный на выходе, когда смывается, да. Потому что мы с вами неоднократно 7,1 красились, да, и он на выходе практически черный. Вот. Так что будем смотреть. Фух. Хочу показать вам при естественном освещении, пока солнце не село. Но оно же село, правда, практически. Темно-коричневая я пока. Совсем темная. Семерка на Фаберлик такая. Очень опасная. Будем смотреть дальше. Ну, сейчас на минут 10 что-то хожу, буду смывать. Вот так прям четко видно оттенок. Вот видите какой. Вот сейчас прям цветопередача стопроцентная. Слушайте, ну вообще это пряная корица. Действительно, вот. Кто корицу в руках держал, да. Она темная. Она с таким отливом. Паштановым что-то. Не знаю, как его правильно назвать, девчонки. Ну, розовинка какая-то быть должна на волосах. Ее, в принципе, можно разглядеть. Но пока на краске. В общем, я сейчас буду смываться. Покажу вам тогда мокрые волосы. И потом посушу, посмотрю. Делать крылышки. Выложила овощи. Картошка, морковка, брокколи. Посолю сейчас. И сверху выложу крылышки, которые у нас мариновались весь день. Ароматы невероятные, девчонки. Накрою фольгой. И под конец уже фольгу сниму, чтобы крылышки покрылись корочкой. Еще немножко водички налью в форму. Хотя там внизу масло. Но водички все равно немножко налью. Вот, чтобы ничего у нас с вами не пригорало. Такая вот красота будет. Так это дело выглядит. Накрываем фольгой и ставим в духовку. Сушилась. Ну вот такой, в общем, цвет получился. Не сильно темный, как казалось бы, да? Вот. И что хочу сказать. Прикол-то весь в чем. Краска у нас в оттенке 7-3. И вот эта хна, которая крашивается, она тоже 7-3, но она называется карамель. И по факту здесь нет никакой абсолютно корицы. Это реально карамель. Карамельный оттенок. Карамельный оттенок волос. Никакой розовинки от корицы здесь нет. Кто корицу видел, тот знает, там есть розовинка. Никакой. С учетом того, что у меня база была с розовинкой и с красным оттенком, здесь вообще просто нету. Карамель в чистом виде. Имейте в виду, пряная корица это чистая карамель. Потому что, ну, можно было бы поспорить, если бы у меня была другая база. Но у меня база была с бургундом, она была с розовым оттенком, с красным местами. И то вышло в чистую карамель. Ну и, во-вторых, зелень никакой тоже не образовалась после этой, как видите. Как бы все отлично, все нормально. Но мне хочется все равно вот этой вот розовинки. Может быть, в следующий раз 7-3 плюс 5-46 попробуем. Не знаю. Мне кажется, должно быть красиво. Или просто будут тонироваться бургундом хной. Вполне возможно, что будет и так. И по поводу курочки. Тоже, кстати, обалденно. Вот это самое вкусное приправа курицы, которую я когда-либо пробовала. Поэтому рекомендую. Попробуйте, возьмите. Так что такой цвет волос. Завтра, то есть сегодня, еще сниму вам шутц. Короткий ролик, да? Покажу при естественном освещении. На улице, как выглядит вот этот цвет. Так что, такие дела. На этом видео буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылка для регистрации выберлик всегда под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.